Какая должна быть дозировка тесостерона, чтобы она смогла убить? Такая доза, которая там, жопу что ли, вам разорвет или так далее. С одной капли, если вы упадете в кровоток, и вас закупорит там, инфаркт у вас, значит, закупорит сосуд. Ставишь ИГР по 3 единицы. Причем форма у тебя хорошая, а другие ставят и по 15 единиц, и выглядят как говно. Когда вам какой-то барыль говорит, что там, он жрет торты, и у него пресс, потому что он ставит свой генетерапин, он врет. Пиздит! Вы взяли в команду Сидорычева, зачем? Это же пиздец. Вот долгина бы не взял, вот как-то это, по-моему, уже, ну где-то там, все у них, все у них хорошо, но где-то должна быть такая грань, когда нет, АП. Решили сделать для вас супер предложение, на что мне сказал мой один из коллег, что людям не нравится супер предложение, им нравятся скидки. А ну и ладно, пусть будут скидки, ну что, погнали, рассказываю вам про акцию, давайте, бум, красную. Супер акция! Супер приехал домой, очень сильно устал, мне сказали, что, что я конкурс, как плохо сказал, плюс, я придумал еще дополнительные подарки, поэтому записываю дополнительные видео в таком вот полукоматозном состоянии. По моему право-коду, новый 900 рус, вы получаете скидку 35%, не только на сывороточный протеин, но также на амилокин, на геймпро, на витамин С, на глицин. Добыл, щетки 35% будет у вас на зима, это вот эти товары будут со скидочкой, их можно все в корзину, и еще, как я говорил, при добавлении в корзину, иммунокомплекс сказал, еще и иммунокомплекс 35% скидка. Вот, все получилось криво, но ничего страшного, поздравляю вас теперь точно всеми прошедшими праздниками, если вы такие олдскульные чуваки, прям, прям олдскульные, я не знаю, по Григорианскому или по Юрианскому календарю, вы считаете праздновать? Уже два Нового года прошло, для особо таких наших друзей еще привык китайский Новый год, целый месяц его можно отмечать позже, с наступающим китайским Новым годом. Всех обнял, всех с праздниками, прошедшими, наконец-то, я их не люблю, мне нравится, рабочая сфера. Все подробности по этой акции внизу под видео, описаны текстом, потому что понять меня вопросом было сложно, а забыть невозможно. Реклама закончилась, поехали отвечать на ваши вопросы. Мне интересен вопрос, какая должна быть дозировка тестостерона, чтобы она смогла убить? Было ли у тебя или знакомых плохое самочувствие от него? Какая должна быть дозировка тестостерона? Слушайте, ну честно, именно в миллиграммах, чтобы убило, я не знаю. Возможно, это будет уже какая-нибудь такая доза, которая, знаете, там, ржопу, что ли, вам разорвет или так далее. То есть, прям, не могу стать именно в дозировку, в миллиграммах тестостерона, которая может убить. Но в целом, любая масляная инъекция, вообще любого препарата масляная, может вас, витамина Е масляного, может вас убить с одной капли, если вы попадете в кровоток и вас закупорит, там, инфаркт у вас, значит, закупорит сосуд. В целом, такое может быть, да и там, пузырики воздуха и так далее, из вас же пугают у меня постоянно. Мышца топатиста рассасывается, я знаю, что проводились испытания на животных. Животным до 10 кубов воздуха вводили внутримышечно, и с ними все было хорошо, поэтому тут не критично. Бывает и плохо от тестостерона? Да, однозначно бывает. Тут да. Знакомых у меня от него не умирало. Вообще, наверное, нет ни одного человека в мире, который умер именно из-за тестостерона. Такого не существует, я так думаю. А вот тому, кому плохилось, тесто, да, и уже даже от 250 миллиграмм, многим плохо, повышается температура. Связано, зачастую, с качеством препарата. Это самая основная причина обычная, это реакция не на сам тестостерон, реакция на растворители. Не хватит, что там все эти химозы внутри, нормально так, и бензиловый спирт для стерилизации, и растворители, потому что многие из препаратов довольно-то тяжело растворяются, и добавлять нужно там довольно-таки сильные химикаты. Вот, поэтому да, плохо может быть, это в целом нормально. Температура, тахикардия, брадикардия, повышение давления, это все может быть. Спутником инъекций анаболических стероидов. Это как бы не очень полезное мероприятие. Я слышал, как ты говорил, что ставишь МГР по 3 единицы, причем форма у тебя хорошая, а другие ставят и по 15 единиц, и выглядят как говно. Зачем и почему-то? А во-первых, давайте ответ номер один. Выглядят как говно, потому что, возможно, ставят говно, тренируются как говно и едят в говно. Потому что, в принципе, как я, можно выглядеть, а даже лучше, чем я, можно выглядеть вообще не используя гормон роста. Это нужно прям уяснить. Это не самый краеугольный карень, камень всего. Это отличное дополнение, оздоровление, улучшение результатов и так далее, и тому подобное, если есть возможность. Но не философский камень, и он не заменит вам тренировки, питание и так далее. Когда вам какой-то барыж говорит, что там он жрел торты, и у него пресс, потому что он ставит свой гранатарапин, он пиздабол. Пиздать. И очень-очень много нехороших слов. Он врет. Пиздиз. Если у вас нету дефицита калорий, вас ничего не будет сушить. Замедлять образование жира, да. А то, что у вас будут происходить процессы параллельно какого-то жиросжигания, да, но все равно, если у вас нету дефицита калорий, ну, блин, беззакона сохранения энергии. Все очень просто. Дальше. Я говорю, что ставил 3 единицы, когда я грудь оторвал. После операции у меня не было тяжелых нагрузок, я не мог бы вырабатывать большую дозировку, я ставил 3. Обычно я ставлю 6 единиц, тоже не так много. Вот. Сандартам дозировки 6, на самом деле. Ребята, это 2 раза по 3. Вы об этом слышали, чаще я об этом говорил, что я ставлю 2 раза в день по 3 единицы, в зависимости от того, когда я просыпаюсь, как я ем, когда я тренируюсь. То есть у меня в течение недели могут эти инъекции по времени меняться, в зависимости от того, когда нагрузки, питание, такой режим сна, отдыха и работы. Думаю, что я сделаю отдельный ролик про гормон роста. Если вам это интересно, поставьте плюсик. Вообще о том, как я его использовал в этом сезоне на подготовке, потому что на самом деле довольно-таки интересно. Я повышал до очень высоких дозировок гормонов, ненадолго начинал с небольших, до 6 единиц. Расскажу вам, насколько я заметил, усиление задержки воды, о чем часто говорится от гормона роста, потому что он действительно может задерживать за счет изменения работы натриевых каналов почек. Но весь этот опыт, мое понимание по этому вопросу, видение, так скажем, эмпирическое на себе, которое уже можно испортировать на своих подопечных, я вам расскажу. Если это интересно, поэтому вниз пишите, давай, давай свой курс гормон, расписывай, рассказывай по этому сезону. Я расскажу и расскажу. Погнали дальше. Давно за тобой слежу, расскажи, как ты все успеваешь. Хочаться, выступать, вести бизнес, быть с семьей. Ребята, а вам не кажется, что может казаться, что я все успеваю? Ведь вы же видите у меня вот на экране телефона, скорее всего, ведь просмотров с мобильных устройств больше по статистике. Либо, ну да, телефона в Инстаграме, на каких-то других каналах, и ты такой везде вау-вау-вау. Ты крутой бизнесмен, ты весь там на крутых тачках, у тебя бизнес, вокруг люди, очень здороваются. У тебя красивые фотки, у тебя красивый отдых. Это же только часть картинки. Естественно, у всех есть какие-то сложности. Вести бизнес в России тяжело. Практически преступление. Ты нарушаешь закон каждую секунду, даже не следуешь каждой буквой, потому что ты виноват всегда. С огромным уважением отношусь к каждому, кто в России ведет бизнес. Я стараюсь проводить с своим ребенком, ну просто 100% времени, которое я могу выделить. Но я считаю, что его мало. Мне хочется больше, потому что дочка, она какая-то невероятная, она волшебная. Это ни с чем не описуемое чувство. И каждому я желаю испытать именно такие или еще более фееричные чувства к вашим детям, которые будут или есть. Фантастика. Хочется больше. Хотя я так пытаюсь сравнить, понять, как другие проводят время. Может, они меньше. Я не знаю. Мне сложно оценивать других людей. Я вообще стараюсь этого не делать. Не давать суждения, не давать оценки людям. Поступкам – да. Событиям – да. Решением – да. Но не людям. Вот. Соревнования. Ребят, ну я же соревнуюсь. Вот этот сезон соревновался. В 17-м году соревновался. В 15-м году соревновался. Я же не каждые 3 месяца выхожу соревноваться, как вы, про Олимпии. И то это не топы выступают часто, чтобы денег заработать на турнирах. А топы выступают там 2 раза в год, соберут призовые на мощном турнире. Остальное на контрактах. И все у них окей. Будет ли что-то из новинок скоро? Этот вопрос просто. Уже в течение 6-ти лет меня преследуют. Что из новинок будет скоро? Батончики хочется. Сижу на вашей продукции, а батончиков нет. Вообще, батончики, да, планируются в этом году выйти. И хотелось бы до лет это сделать. Дальше по новинкам. Там ацетилальтернитин, там еще что-то. Там много всего. Жидкие формы новые. Вот Мегабит вышел в андеграунд линейке. На сайте geneticshop.ru, можно сказать. GeneticsDefizShop.ru. Там есть всякие интересные штучки. Тоже можно залезть. Вы взяли в команду Сидорычева. Зачем? Это же пиздец. Не знаю, ребят. Ну, смотрите. Вот вы об этом написали? Написали. Об этом посты выложили многие паблики. Условно такие юмористические, спортивные. Некоторые блогеры об этом сказали. Разве плохо? Он делает посты, у него есть аудитория. Он общается с спортсменами старшей школы, с кем еще он выступал, соревновался, тренировался с эпохи силового экстрима. Кроме того, то, о чем пишете вы, что это пиздец. Видите? Я, например, тех фоток, видео не видел никогда. Я только об этом слышал. И брали на контракт спортсмена с аудиторией. Он такой, он мне написал, благодарился, потому что ему очень нравится продукция. Опять же, не я, у которого мои сотрудники. Это было их решение. Они спросили у меня, можно ли? Я говорю, делайте, что хотите. Вот. Он такая, о демократии. Вот. Он рассказал, что сейчас тренируется очень, так сказать, на сухую. Что питание понравилось. Что ощущает полезное действие его. Потому что готовится на сухую. Рассказал, он мне, я истинга не спрашивал. Он остался приятным в общении человек. Рассказал, что очень часто он внимательно тлит за карьерой, занятиями своего сына. Что очень много прикладывает к этому усилий, ресурсов для своего сына уже. Чтобы тот смог вот выйти на более высокий уровень. Поэтому. Поэтому вот так. И Андрюха Скоробного я бы тоже взял на контракт. И Миронов, Серега, был у меня в команде. В генетике. Пока его просто не перекупили. То есть я прям, он когда назвал цифру, которую ему предложили, я просто сказал, Серега, я тебя поздравляю. Давай успеха, удача. То есть Серега ел генетик до того, констайма подписался. Очень долго. Прям когда он был не здесь никому, вообще никому, еще играл в американский футбол. Потом он стал популярным. Под сотрудничею лимыске какое-то время с ним. Потом он перешел на более высокоплачиваемый контракт. На очень хорошую ночь. И парень приятный. Вот долгина бы не взял. Вот как-то это, по-моему, уже... Ну, где-то давно. Все не хорошо, но где-то должна быть такая грань, когда нет. АП. Как ваша грудная? Как получилось с ней выступить столько раз подряд и еще что-то выиграть? Как у тебя получилось что-то выиграть? Вообще вопрос популярный. Ну, знаете, где бы там не выступал, но вот красный турнир Шон Родден классик, NPC-шный, где я взял серебро в футбюдинге. Ну, такое даже было обидненькое. Прям хотелось, хотелось абсолютно побородка. Я уже выше ответил на мой вопрос. Не знаю. Повезло. Магия, чудо. То, что форма получилась достойная. Грудная. За грудную было страшно. Антиэстрогенов не было у меня практически никаких. На подготовке это было бы самый-самый минимум. Только анострозол по 3-4 дня под выход. Диуретиков практически не было. Только чтобы влезть в категорию, я использовал там одну таблетку триампуру, например, по взвешиванию непосредственно, а не под выход. Стала ли грудь хуже? Да, я думаю, что она по объему меньше. Сшили супер ровно. Тренирую постоянно, чтобы объем хоть какой-то поддерживать. Еще раз прошу вас, оставляйте ваши вопросы под этим видосом. Вот прям с этого видоса. Обещаю, самое редкое, раз в две недели, самое частое, раз в неделю делать ответы на ваши вопросы. На канале Гинридик. От меня, вашего покорного слуги, Руслана Халецкого. Всем пока. Не верьте в своем инстаграме. В основном, все, что вы видите в инстаграме, этих успешных бизнес-тренеров, продающих, особенно франшизу, прям вот лучше даже не тратить свое время на этих людей. Прям не слушайте их никогда, не смотрите на них никогда. Одну историю расскажу. История очень кайфовая, друзья. Я поближе сяду. Однажды мне звонит мой знакомый и говорит, Рус, слушай, есть миллион рублей наличными, лучше тысячными купюрами на денек? Я такой, оу. Ну, как бы, да, а что, а зачем? Ну, интересно. Ну, мы, говорит, собираемся блог снимать про бизнес, про развитие, про деньги. Ну, нам, говорит, для кадра нужно миллион рублей. Вот, запомните, почти все бизнес-блоги и все бизнес-блогеры и бизнес-тренеры это те, кто просят у своих знакомых миллион рублей на съемку и машину посниматься. И, там, одежду, или часы, или еще что-то. И идут в дорогой ресторан, заказывают чай. Там снимают свое видео. Ну, видите, я без чая вообще сижу. На чай не хватило. Вместе ты.